друзья всем привет с вами система cars меня зовут самуил просто посмотрите на в каком классном месте для вас снимаем куда мы забираемся пожалуйста ради этого только поставьте лайк это город владивосток остров русский друзья сегодня хочу разобрать достаточно интересную тему заключается она в том какое время года все-таки лучше заказывать автомобиль летом или зимой погнали друзья еще раз повторюсь в этом видео мы расскажем вам в какое время года лучше всего заказывать автомобиль небольшой спойлер в любой если ты подумал что это все нет мы разберем по полочкам что и как у каждого времени года есть свои плюсы есть свои минусы друзья вы спросите меня почему вообще в принципе что-то должно зависеть от времени года но лето лето зима зима а я вам отвечу вот эта вот штука за моей спиной называется японское море и вот это вот японское море зимой очень любит бушевать поэтому суда зимой выходят с некоторыми корректировками на ветер я бы так сказал но об этом дальше давайте начнем с плюсов и выделим лето вот мы сейчас разберем с вами блок под названием лет какие плюсы есть в летнем заказе автомобиле какие плюсы есть в зимнем заказе автомобиле сейчас разберем именно лето давайте начнем с плюс 1 плюс который я бы выделил это скорость доставки автомобиля летом потому что летом вода спокойная ветров ничего нет суда выходят по графику и машины приходят значительно быстрее плюс это несомненно плюс номер два курсы валют курсы валют иена и евро нас интересуют они конечно же намного ниже именно летом потому что большой оборот и я так понимаю что цб снижает ставку плюс и там японцы тоже снижают ставку что больше машин заказывали это факт но но под этим плюсом нужно поставить знак вопроса потому что есть один момент который мы дальше видео поясним плюс номер три но тоже он сомнительный удобнее забирать машину с владивостока если вы везете машину автовоза вас это вообще не касается этот плюс можете просто вычеркнуть плюс номер три лето тепло море друзья что еще нужно можете купаться отдыхать объединить с путешествием на море потому что японское море в принципе весь приморский край летом это вообще вот просто спасибо господи что создал приморский край по-другому не могу сказать ну что друзья самое интересное теперь на плюсах закончили это вот плюсы такие общие которые мы смогли выделить давайте начнем с минусов минус 1 это ажиотаж на аукционных площадках что это значит это значит что не только россия покупает машины из японии но еще и ряд других стран то есть это там и индонезии индонезия малайзия таиланд та же сама америка и германия в общем-то все покупают машины из японии и ажиотаж летом как-то так статистически сложилось то из этих стран очень большой зимой он меньше зимой машины покупает только в основном россия потому что еще раз повторюсь море японское море судоходное круглый год поэтому никаких проблем здесь нет что несет за собой вот такой вот большой спрос на аукционах которых создается за счет еще третьих стран больше спрос больше цена это аукцион друзья так как у нас есть разница в понимании валют так как у нас есть принципе разница по законодательству с теми странами иногда тем машины в эти страны уходят дороже это факт иногда машины выиграть нам сложнее бывает тоже факт но работаем главное работать не опускать руки запасаться терпением на торгах летом и все будет прекрасно минус номер два так как большой поток машин идет именно летом именно через владивостокскую таможню соответственно большие очереди на таможне таможня не успевает обрабатывать за бесплатный период все машины бесплатный период напоминаю зависимости от склада от 10 до 5 дней дальше каждый день стоянки автомобилей в зависимости от склада стоит от одной до двух тысяч рублей соответственно это называется перестой свх свх склад временного хранения что за собой влечет такая история естественно дополнительные расходы которые ложатся именно на вас не на нас не на кого-то другого тем более уж не на таможню а именно на конечного покупателя то есть на вас данном случае конечно не всегда это бывает приятно эти вопросы стараемся решать иногда свх там немножко двигается иногда мы помогаем то есть как бы все вот таком симбиозе но ситуация неприятные для людей которые вот ждут свою машину не бывают да иногда такие ситуации бывают критично это факт минус номер три после того как машина растаможенная таможня нам все-таки выдала мы заплатили там все перестои все пошлины и так далее нам нужно получить птс птс делается частными лабораториями соответственно на этих лабораториях машин также много чем больше машин на лабораториях тем выше срок получения птс среднем летом это около недели около недели машина стоит после прихода без движения на ней нельзя ездить она стоит и ждет птс зимой птс к делается за два дня вот из опыта два дня все готово едем то есть вообще то есть пятницу прошли в понедельник птс к у нас ну условно вот так каких-то дополнительных расходов это за собой не влечет это чисто вот временное и все поэтому как-то так давайте с летом закончим на этом вот они плюсы вот они минусы такие постарались выделить значимые плюсы и значимые минусы которые на наш взгляд влияют теперь давайте разберемся с зимой давайте начнем с плюсов зимы плюс зимы вытекает из минусов лета машина проходит растаможку без очередей что это значит машина быстро просто можно из-за исключением конечно новогодних праздников если машина на новогодних праздниках застряла на свх это проблема то есть это будет сто процентов перестой но тут никто не застрахованы как есть так есть тут по-другому никак машина проходит растаможку без очередей соответственно мы не платим перестой у нас нет дополнительных расходов 2 плюс минимальный срок выдачи электронного паспорт что это значит в лаборатории нет огромного наплыва машин потому что не закупаются салоны и так далее то есть в лаборатории работа в штатном режиме соответственно большой шанс того что мы получим pts еще раз повторюсь вот за два дня вообще зимой это просто красота мы только забираем машину в этот же день через два дня машина готова уже полностью ехать ставится на учет то есть вообще очень быстро третий плюс опять же вытекает из минусов лета отсутствие ажиотажа на аукционе соответственно третье страны зимой у нас отсеиваются уходит на второй план и россия становится первым игроком который большинство машин выкупает что это значит цена на аукционах ниже соответственно выиграть машину легче нам это удобнее быстрее приходит меньше времени уходит на торги общий срок сделки сокращается это очень удобно для вас для людей которые хотят машину быстрее вот как-то так поэтому таких три плюса мы выделили наверное это такие основные плюсы которые мы видим давайте пройдемся по минусам первый минус холодно забирать машину самостоятельно в приморье из-за большой влажности температура минус 20 это уже прям холодно это уже холодно плюс у нас серьезные ветра и я понимаю для людей которые там живут в сибири какие минус 20 минус 50 согласен минус 50 это вообще для меня я там наверно не смог вот так вышел и умер но для приморья минус 20 это уже холодно и люди которые даже в сибири приезжают с урала чувствуют это и понимают что да прохладно прохладно за счет того что большая влажность по-другому чувствуется погода второй минус курс на валюту больше чем летом зимой курс валют немного выше и евро и иена летом он естественно идет на спад но тут выводе мы сделаем одну небольшую ремарку и все будет понятно по цене минус номер три корабли могут идти с задержками ввиду того что еще раз покажу может бушевать ничего с этим не поделать потому что тут мы зависим от погоды но опять же друзья машины выходят сто процентов и доходят никаких рисков это не несет но до временные рамки могут немножко двигаться то есть там допустим судно выходило там на 15 вышло 19 вот такое прям сплошь и рядом бывает зимой это нормально потому что суда выстраиваться под погоду и скажу честно ради безопасности я всем клиентам это говорю ради безопасности чуть-чуть потерпеть это лучше чем получить искореженную машину сто процентов давайте сделаем небольшой вывод из вот этих вот минусов и плюсов лето и зимы это очень интересно поэтому давайте начнем а вывод здесь крайне простой что заказывать можно в любое время у каждого времени года и свои плюсы и минусы летом ниже курс но выше ажиотаж соответственно цена на аукционе выше но ниже пошлина зимой ниже ажиотаж но цена на цена пошлины сильно выше соответственно они друг друга по цене нивелируют по цене плюс-минус зимой или лето заказывать это разницы нет абсолютно по поводу срок зимой чуть-чуть подольше зимой чуть-чуть подольше но опять мы можем если вы заранее к нам обращайтесь все подстроить таким образом, чтобы мы вот подгадали ваш отпуск. Если вы не можете приехать к нам, допустим, вот мы выиграли машину, привезли, и вы там можете приехать только через два месяца. Без проблем, мы поставим ее на стоянку, она будет стоять и дожидаться вас сколько нужно. Хоть год она будет здесь стоять, разницы нет. Я понимаю, конечно, что вам машина здесь сейчас нужна, но, то есть, такой вариант тоже возможен. Выгодно покупаете машину сейчас, а забираете чуть-чуть потом. То есть, сплошь и рядом, постоянно практикуется и как бы, как есть. Ну и опять же, да, вывод здесь крайне простой, друзья. Покупайте машины выгодно, делайте это напрямую из Японии, экономьте 30-40, иногда и 50% цены, просто не кормя никаких перекупов. Все здесь очень просто. Вот такие вот плюсы и минусы сделали. Надеюсь, кому-то это видео будет полезно для того, чтобы определиться и не ждать там лето под предлогами курсов и так далее. То есть, все здесь крайне просто. Мы говорим это очень часто. Заказывайте правильные машины. Всем добра. Стой, 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 не переключай. У нас в Телеграм-канале на 500 подписчиков будет проходить розыгрыш. Если хочешь в нем поучаствовать, подпишись, вот он QR-код. Мы разыграем небольшой японский презет. Это абсолютно бесплатно. Просто подпишись. Среди всех подписчиков мы проведем такой небольшой розыгрыш. Если интересно, еще раз повторюсь, подпишись. Вот он QR-код. Просто наведи на нее камеру своего телефона, и ты сразу попадешь к нам в чат. Поэтому всем добра. Если ты думал, что это все, то это не так. Наш сайт, наш Телеграм-канал. Здесь, кстати, есть еще наши отзывы. Найти их можно так. Нажимаешь поиск, вводишь слово отзывы, и он показывает все отзывы на нашем Телеграм-канале. Наш WhatsApp, куда ты можешь написать и заказать любую машину. Либо, если тебе просто нужно по консультации или с кем-то поговорить, пиши, мы с удовольствием с тобой пообщаемся. Хорошего дня! Заказывайте правильные машины. Всем добра!